ТЕРИТОРИЯ МАШИН Одного продавца элитных итальянских автомобилей попросили с работы. Катков ему было уже много – 71, а покупателям Феррари подавай молодых и спортивных. Тем более, дело происходило в Палм-Бич, где пальмы, пляжи и прочие атрибуты сладкой жизни. Дедушка затаил обиду и подал на дилерский центр в суд. Основной претензией уволенного был не сам факт расставания с работой. В иске товарищ указал, что дилер Феррари безбожно скручивает пробеги у машин, бывших в употреблении. Ясное дело, что чем меньше пробег, тем дороже автомобиль, а тем более такой. Бывший менеджер утверждает, что цена автомобиля могла вырасти на миллион долларов при скрученном пробеге. Дальше интереснее. Якобы сама Феррари такую практику поощряла, да еще и вносила новый пробег в собственную базу. Чтоб случись к ней обращения, все было гладко. Похоже, назревает что-то очень нехорошее. Хотя в Феррари утверждают, что это всего лишь разборка между менеджером и работодателем. Одна российская страховая компания провела очень забавное исследование. Страховщики захотели выяснить, какая сосулька из упавших на автомобиль оказалась самой дорогой. Победу в соревновании с земным притяжением одержала глыба, упавшая на Порше жителя Тюмени. Компания выплатила в качестве компенсации за разбитое стекло 238 тысяч рублей. Житель Нижнего Новгорода и его Логан получили 167 тысяч за то, что сосулька повредила крышу. На почетном третьем месте опять же тюменский владелец и его Вольво с результатом 152 тысячи рублей. Вообще, странных страховых выплат бывает много. У страховщика входит байка про одну семью. Приехали люди на берег реки, поставили машину, где получилось, и пошли купаться и расслабляться. Мимо автомобиля проходило стадо коров. Нет, это не то, что вы подумали. Коровы начали лизать автомобиль. Нализали они в итоге на 135 тысяч рублей, которые пошли на перекраску кузова. Это была территория машин. Не забывайте пристегиваться.